20 июня в единую дежурную диспетчерскую службу Ленинского района поступило обращение по факту гибели рыбы в Купеленке. Сотрудник района администрации выехал на место и данный факт был зафиксирован. С сотрудником было найдено 8 единиц, соответственно, рыбы мёртвой. По этому факту незамедлительно было составлено соответствующее обращение в территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с целью определения источников возникшей проблемы и принятия соответствующих мер. По утверждению заместителя главы администрации муниципалитета Сергея Куканова, ситуация на очистных сооружениях находится под контролем. Напомним, что в начале этого года канализационно-насосные станции были переданы в муниципалитет. И с того момента многое изменилось. Один аэротент Купеленских очистных уже работает в усиленном режиме, благодаря новому оборудованию. Второй также будет ремонтироваться, усиляться и снабжаться необходимым оснащением. Бочность осталась та же стока, а объём уменьшился, поэтому увеличили производительность. То есть стоки быстрее очищаются в 2-3 раза, чем была предыдущая технологическая схема. Одной из главных целей при передаче очистных сооружений району было устранение неприятных запахов. Последние показания мониторинга воздуха не выявили каких-либо нарушений. Мы установили биореактор по очистке воздуха, отводящегося из аэротенков. Также установили озонатор внешнего исполнения. И параллельно работает озонатор в самой канализационно-насосной станции для очистки этих отводящих воздухов с КНСК и с аэротенка. Комплекс проведённых уже мероприятий говорит о положительной динамике сбросов. Но ситуация пока не идеальна, действительно. Поэтому выход здесь один. Надо сейчас продолжать мероприятие технического характера по доведению данных стоков до нормативных в полном ключе. И мы понимаем, что это мероприятие временное. Действительно, специалисты считают, что всё это не решит проблему до конца, а лишь позволит дать время на реализацию более глубоких мер, а именно строительству новой канализационной станции. На КНСК, который будет условно построено здесь, значит, сейчас как раз по месту определяет проект по месту положению канализационно-насосной станции. Значит, куда будут стекаться стоки с этого микрорайона, с действующего микрорайона Купеленко, и через два коллектора диаметром 400 будут отводиться на Старую Нагорную улицу, где находится наша городская канализационно-насосная станция на объёмом 40 тысяч кубометров. С той городской канализационно-насосной станции на 40 тысяч кубов у нас ведут два коллектора 800 и 900 диаметра на Курьяновские очистные сооружения города Москва. Очистные сооружения микрорайона Завидное также необходимо ликвидировать. На этой территории появится аналогичная купеленке канализационно-насосная станция, от которой проведут коллекторы на центральную станцию Видного. Сейчас здесь тоже работа ведётся на новом оборудовании с применением необходимых флакулянтов и коагулянтов. В постоянном режиме работает озонатор для озонирования отводящего воздуха по вытяжной вентиляции. Да, мы можем заметить тот факт, что операторы ежедневно производят его проверку на возможные какие-либо дефекты во избежание неприятной ситуации для поддержания благоприятного атмосферного воздуха в данном микрорайоне. Реализовав проект централизованного водоотведения, решится главная задача, которая стоит перед администрацией района, ПТО, городского хозяйства и застройщиками. Действительно, проблема существует, действительно, проблема серьёзная, как с качеством стоков, так и с запахами. С этой проблемой по состоянию на сегодня мы активно работаем, привлекаем дополнительные силы средства в лице как проектировщиков, так и специализированных организаций, которые имеют колоссальный опыт в этом направлении, равны так же, как и сотрудники производства технического объединения, городского хозяйства. К слову, информация обо всех работах, которые проводятся на честных, находится в открытом доступе. А любой вопрос по теме представители от жителей могут задать во время заседаний рабочих групп, которые проводятся каждые две недели. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова